Когда Артур потерял все, ему ничего не остается, как начинать все сначала. Всем здарова, бандиты и бандитки. С вами, как всегда, Спикер, и мы начинаем РДР-2. Реальная жизнь. Где Артуру придется начинать все с самого начала. Найти одежду, еду и охотиться и выживать. На этом диком западе. Бери вкусняшки, бери попкорн, конечно же, бери бабушкины пирожки и начинаем выживать. Сперва нужно найти нам одежду, еду и, конечно же, какой-то кров. Мы находимся на севере, дорогие друзья. И что же нужно Артурчику? Как ты думаешь? Конечно же, в таком-то, видимо, прохладно. Если ты так же считаешь, то, конечно же, ставь лайкосик, это писанчик. Смотри, я нашел уже какую-то дичь. У нас есть, у нас есть нож и, конечно, лассо, с помощью которого можем поймать эту дичь. Это будет сделать очень сложно. Ну, давайте же попробуем. Чем вообще заниматься Артуру и как все будет происходить, друзья? Вы можете писать комментарии и, конечно же, самый залайканный комментарий будет происходить по этому сюжету. То есть, ты пишешь, он будет бандитом, он будет грабить поезда. Если все будет залайкосик на этот комментарий, то так и будет. Если он будет фермером, то пишет, будет фермером и, конечно же, поддержать нужно эту идею и поставить лайк. И сейчас мы должны поймать эту дичь. Потому что Артуру хочется кушать. Ему хочется горячей пищи, еды. Но воды нагреть тоже можно. Так, аккуратненько подходим. Так, одна ушла туда, другая. Антиопа ушла туда. Но это вроде остановилось. Это у нас горный барат. Только не вижу. Ох, маленькие рожки, вижу. Да-да. Артур очень медленно. Подходим очень. Нет, побыстрее нужно, Артурик. Давай быстрее. Быстрее, Артурик, потому что дичь убежит. Мне нужно ее поймать, чтобы ее убить. О-о-о-о, Артур, в догонку. В догонку за дичь. Хе-хе-хе, черта сдувая. Слишком крупная дичь и довольно быстро она бегает. А по следам уже не получится. Да, Артурик, мы прошляпили. То есть, у нас даже и шляпы нет. Погода меняется. Нужно двигаться, знаете, куда-то на... Мы на севере. На юг нужно двигаться, где потеплее. Артурик, твоя задница замерзла. Это точно. Тут также есть и волки-медведи. И это, конечно, будет очень опасно. Там, кстати, тоже есть какая-то дичь. Возможно, мелкая дичь. Но у нас, кроме ножика и кроме лосо, ничего нет. Не знаю. Можно попробовать поймать? Но мне кажется, зайчишку не поймать на лосо. Если только, знаешь, догнать его. Слушай, кажется, зайчишка, да? О, точно, зайчишка. Можно, по идее, знаешь, его запинать. Но, правда, бегает Артурик не очень быстро. О, зайчишка уже убежал. Я даже не вижу следов. Вроде ушки торчали. Не, Артурик, это будет сложно. А вот, вон он, вижу зайчишку. Давай догоним. Давай пробуем догнать зайчишку его. Запинать. Ну, конечно же. Ну, понимаешь, это выживание. Это выживание. Зайчишка, стой. Стой, зайчишка. Я только видел твой махнатый хвостик. Все, что ли? Артурик, мы его прошляпили тоже. Как и твою шляпу. Хорошо, нужно подняться, наверное, на аргуру. И там уже осмотреться, в какую сторону нам нужно двигаться. Потому что я тут ничего не вижу пока что. Началась метель. Я надеюсь, волков не будет и медведей. Но, если что, я смогу отбиваться с помощью ножа. А еды у нас нету. Давайте посмотрим, есть у нас еда какая-то в сумочке. Еда у нас какая-то есть. Смотри-ка, что-то у нас осталось. Давай-ка грушку скушаем. Вот, маленько подняли жизнь. Калории подняли. Там, правда, есть мяско. Можно и мясо съесть. Крупная дичь. Один кусочек есть. Мы хорошо подняли. Понимаю, что нужно много калорий. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. У-у-у-у-у. Артурик у нас проблема. Артур в атаку. Давай. Ну, давай. Звучим, Артур. Там несколько волков. Фу, сзади еще. Артур гасим. Сколько мяса будет? Минус один. Минус один волк. У Артур. Вот это да. Иди сюда. Махнатый. Давай на вас у его. Не, я убежал. Довольно быстро убежал. Ну, знаешь, у нас есть мясо. Первая кровь уже появилась. Где, где, где? Где труп? Где труп? Вот труп. Освежевать. У нас есть мясо. У нас есть шкура. Но, понимаешь, шкуру нужно продать и сделать какую-то одежду. Ну, пока мы все дело выбросим, нужно найти сперва какую-то одежду. Знаешь, прохожего найти, ограбить его. Ну, и все дело. Первая кровь есть на нашем теле. Есть какие-то раны. Ну, мы, конечно, залечим. Все нормально. Артурик, бросает он одежонку. Главное, у нас был нож. Понимаешь? Главное, ножик есть. Но, если был бы медведь, конечно, нам бы хана была бы. Куда идти, пока что не видно. Но, пойдем вперед. Нужно найти, знаешь, в самую высокую точку. Так, ломки, походу, пришли откуда-то отсюда. Видишь, какие-то следы есть здесь. Видишь, парочку следов. Наверное, пару волков. Возможно, какая-то пещера есть. Но, в пещеру я не пойду. Там, возможно, будут медведи. Тут какое-то озеро. Артурик, пробежимся. Там есть лед. Все нормально. Довольно красивые места. Но, пока это не видно. Понимаешь? Тут скользко, Артурик, да? Точно скользко. А на топеерик придется нам маленько проплыть. Давай-ка сразбегу. И прям припрыжку туда. Чертовски холодно. Я понимаю, тебе Артурик. Свои голые задницы. Но мы уже взяли волка. Мы уже, понимаешь, уже можем пожарить какое-то мясо. Это замечательно, конечно же. Но было бы, конечно, гораздо проще. Гораздо проще было бы, если оружие. Главное, понимаешь, Артурик не торопится. Идти внимательно смотреть. Если будет грызли, придется рвать нам жопу. То есть когти. То есть ноги. Так, это что у нас? Коряги. Это у нас коряги. Видимость довольно плохая. Но, знаешь, мне нужно еще мясо. Конечно, нужно мясо. Гид, знаешь, оленя. Да, Артурик, вижу твои царапины на правой руке. Но ничего. Залечим ранки. Залечим ранки твои. Так, где тут можно подняться повыше? Потому что нужно осмотреться. Нужно понять, куда двигаться. Понимаешь, нужно двигаться в город. Найти какой-то поселок. Найти какую-то одинокую избушку. Такую погоду, знаешь, даже волка не выгнуть из дому. Но Артурик все-таки двигается вперед. Так, сейчас у нас походу утро. Скоро будет день. Но из такой погоды, конечно, светлее не будет. Но, видимо, стало гораздо лучше. Обалдеть. Сколько здесь всего. Смотри, друзья, какая красота у нас. Обалдеть, да. Конечно, пиши комментарии. Я все прочитаю. И по сценарию пойдем. Какой ты заходишь, друг мой. Обязательно все напиши. Что ты думаешь об этой рубрике? Что думаешь о голом Артурчике? А я смотрю, ему очень нравится. Знаешь, по льду ходи. Видишь, как очень. Обалдеть, она смотрится. Артурик голый. Раненый. Но у нас есть мясо. Это здорово, понимаешь. Есть какую-то мяско. Артур не хватает, знаешь, коньков. Так, пойдем. Вон, видишь, горы. Вон там гора. Можно подняться там и посмотреть. В какую сторону нам нужно двигаться. Давай-ка. Вперед, Артурику. Там уговнаешь посмелее. Не бойся. Не бойся, я с тобой. Как видишь, мы наваляли одному волку. А второй решил сбежать. А волки обычно нападают стаями. Их трое, четверо. Ну, Артурику нипочем. Он всех одолеет. Так, вон ту вижу возвышенность. Можно подняться туда и там осмотреться. Конечно, нужно приготовить мясо. Пожарить, обогреться возле костра. Набраться сил и двигаться дальше. Конечно, хочется, знаешь, грабануть банки. Грабануть поезда. А разновидности на Диком Западе довольно большая. Но сперва нужно идти одежду. И согреть задницу Артуру. Правильно, Артурик? Все нормально будет. Все будет нормально. Так, вижу, кажется, зайтишку или нет. Нет, это не зайтишка. Это у нас травка просто. Есть ручей. Слушай, по ручьям. Да, можно двигаться по ручьям. А ручей не туда. Мы как раз идем в ту сторону. Поднимемся на горку. И там как раз и осмотримся. Пока никакой живности я еще больше не вижу. Но волки напали, когда завыли. То есть я готов был к бою. Метель вроде спава. Но все-таки видимость еще плохая. Так, поднимаемся вон туда. На возвышенность. И там уже осмотримся. Там обогреемся, конечно же. А у нас, походу, уже полдень. Как видно, солнце поднялось. Можно посмотреть, что у нас тут есть интересного. Кроме снега тут ни черта нет интересного. Камни. Живности пока что больше не видно. Но понятно, что погода была плохая. Поэтому живность вся ушла куда-то. Так, туда я не пойду. Я хочу пойти все-таки наверх. И там уже посмотреть, что там есть интересное. Возможно, увидим дальше путь. Но ручей идет туда. Значит, туда идет ниже дорога. Ручей течет с горы и вниз. Возможно, какой-то населенный пункт. Никто меня не догоняет. Какой-то грызли. Нет. Опасные нас приключения ждут, дорогие друзья. Давай, пиши комментарии. По какому сценарию будем выживать. И наш Артурик будет выживать. Может стать фермером. Может бандитом. А может помогать, конечно же, служить закону. То есть, играть за шерифом. Тоже пиши. Я все устрою. И вместе с Артуром будем подниматься. С говной жопой. Будем подниматься до верха. Куда-нибудь. Так, мне кажется, уже смеркается. Мне кажется, уже темнеет. Артурик, нужно идти уже на шлейк какой-то. Потому что уже начинает темнеть. Да-да-да. В горах темнеет очень быстро. Потому что большие горы закрывает солнце. И темнеет намного быстрее. Так, поднимаемся вон на ту возвышенность. И уже там разведем костер. И уже там осмотримся, куда двигаться дальше. Но мне кажется, при темном времени суток мы не смотрим. Не поймем, куда нам идти. Но, главное, знаешь, обогреемся. Обсушиться. Нашу голую жопу. Обсушим. И двигаться дальше. Горы. Масштабные горы, конечно же. Ух, красота. Красота какая. Да, ниже пояса красота. Голая задница. Артурик. Птица летает. Но у нас нет никакого, знаешь, оружия. Хотя бы, знаешь, сделать какой-то лук. И использовать стрелы. В охоте. Это было уже куда интереснее. Но ничего, Артурик. Все будет нормально. Все будет впереди. Я верю. Главное, понимая, что уйти со снега. Уйти с гор. Тяжелый подъем. Очень тяжелый подъем. Артурик достается. Ух, прошли мы далеко. Видимость уже, смотри. Хорошо уже. Все видно. Вдаль тоже видно. То есть сейчас мы сможем подняться. И понять, куда надо двигаться дальше. Но пока Артурик поднимется, уже стемнеет. Мясо есть. Можно будет пожарить, конечно же. И не забудь поставить, конечно же, лайкочек и колокольчик, друг мой. Обязательно. Чтобы, знаешь, новые истории про Артурчиков узнать. Быть первым. Как сказать. Так, где тут можно сделать нашляк? Еще подняться выше? Или здесь какой-то уступ есть? Можно еще подняться чуть выше. Ну, знаешь, пока не стемнело. Нужно осмотреться, мне кажется. И мне кажется, двигаться вон туда нужно. Так, есть еще одна гора. Видишь? Это была фальшивая гора. Пойдем туда чуть дальше. Пройдем, пока у нас светит солнце. Нужно добежать оттуда. И уже там осмотреться. В какую степь, в какую даль нам идти дальше. Так, темнеет. Темнеет еще быстрее. Давай, Артурик. Давай, Артурик, быстрее. Так, тихо. А это у нас Артур так дышит. Я слышал чье-то дыхание. Это у нас Артур просто так дышал. Ну, понимаешь, на диком западе, в дикой природе с одним ножиком выживать, а вдруг бандиты будут. С одним ножиком мы, конечно, не надерем задницу. Так, я думаю, здесь можно осмотреться. Там есть еще гора. Так, давайте тут же осмотримся уже. Нет, не осмотреться. Тут же вниз идет. Подняться еще выше. Нет, Артурик, давай все-таки здесь посмотрим. И уже здесь сделаем ночлег. И, конечно же, будем уже продолжать, наверное, в следующей серии. Вон туда нужно двигаться нам, Артурик. Давай-ка здесь разожгем сейчас костер. Сделаем, конечно же, вкусную пищу. Горячую пищу сделаем. И здесь уже переночуем. Да, вот хорошая возвышенность как раз приготовим, друзья. И, конечно, с вами уже увидимся. Сколько у нас? У нас есть свининка. У нас крупная дичь есть. Это все хорошо. Это все потрясающе. Увидимся с вами в новых роликах. РДР2. Реальная жизнь с Артуром. Ставь вакозик. Ставь в подписончик. Вакозик. И бери вкусняшки на новую серию. Всем спасибо, кто смотрел. И увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok